друзья всех приветствую с чего же мы обычно начинаем свои работы первую очередь устанавливаем трап для начала мы его немного зальем и приблизительно выставим после того как он высохнет настраиваем уже вот этими регулировками на ножках как говорится с точностью до миллиметра и в этом нам помогает вот такой вот лазерный ювелир ну и чтобы не испачкать трап закрываем его скотчем далее заливаем трап до конца создавая конверт и как вы уже увидели теперь это можно сделать без маяков далее клеим гидроизоляционную ленту и наносим гидроизоляцию конечно же перед этим мы все прогрунтовали спустя пару часов наносим второй слой разметку берем с первого санузла отталкиваясь от второго ряда вот здесь вот она вышла и плавно переходит в наш санузел и как вы уже заметили у нас все совпало далее мы чертим отметку и с помощью вот такого вот шуруповерта я его брал в том году и у него есть три режима но нам понадобится пока что два режима да и батареи здесь довольно таки мощные и долго держат сверлить будем вот таким вот сверлом по бетону 6 миллиметров они идут в наборе включаем третий режим это ударный вместо перфоратора и сверлим отверстие в бетоне ну а здесь мы используем первый режим режим шуруповерта ну а второй режим у нас для сверления отверстий ну чтож закрепили все быстро и ровно перед укладкой стены проходим на сдир ну и может быть где-то какие-то ямки закроешь ну чтож приступаем к облицовке здесь мы плитку подогнали так чтобы край плитки выходил к краю оконного проема соответственно куда ж мы без виброприсоски свп мы применяем в один миллиметр и вот такие вот ограничители в полтора миллиметра это для того чтобы свп бывает что зажимает свп а эти подковы легко удаляется даже если их придавит далее произведем откос приблизительно вот так вот у нас получается далее также повторяем процесс укладки вот так вот вот так вот И вот так вот одна за другой у нас вырисовывается картинка. Подкорректируем отверстия, так как они немного не влазают. Ну вот, все четко подошло. Ну и как все высохнет, удаляем СВП. Как вы уже заметили, удаляется легко и непринужденно. Вот видно, как сильно зажало подкову. Тем не менее, они удаляются без проблем. Ну что ж, приступаем к поддону. Наклеим гидроизоляционную ленту и произведем гидроизоляцию. Да, вот еще, у меня частенько просят оставлять ссылки на хорошие инструменты, и я на всякий случай оставлю ссылку в описании видео. А это была первая часть, и кто не хочет пропустить продолжение, подписываемся на мой канал и жмем на колокольчик. А на сегодня у меня все, всем пока, спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова